Некоторое время назад на канале я выкладывал вот эту фотографию. Предположений, что же это будет такое было много. Самым популярным вариантом было конечно же Дэнди. Кто-то даже предположил, что это будет Комодор, но варианта Атари так и не поступило, а зря. Как вы уже догадались, сегодня будем собирать легендарную приставку Атари 2600. Да, именно эту, на которую вы сейчас и смотрите. Хейтеры скажут, что проще бы было купить бэушный клон на барахолке и не париться со всем этим делом. Но мы же тут собрались не для того, чтобы мотать ностальгические сопли на кулак и вытирать скупую слизу в ушедшей эпохе. Этот канал о ретро-железе, а не о ностальгии, поэтому легких путей не ищем. Бесполезно, но интересно. И если вы хотите узнать, как вот это стало вот этим... Нет, наверное, надо начать не так. Сегодня в программе. Как вот это стало вот этим? Почему нельзя доверять крупным порталам? Как теряется вера в людей? Почему сегодня это не вчера? И как обычный парень из провинции стал промышленным дизайнером. Не переключайтесь. Ну и по традиции, маленько позанудствую. Atari 2600. Домашняя игровая система второго поколения и первая по-настоящему массовая консоль, которая разошлась тиражом более 40 миллионов экземпляров. Появилась на рынке она почти полвека назад. Много это или мало? Да, хрен его знает. Тем не менее, именно Atari 2600 заложила фундамент игровой индустрии, а по одной из теорий и является основной причиной его краха. Кстати, в конце 80-х она добралась и до нашей страны в виде тайваньского клона Rambo TV Game, который, в отличие от оригинала, на борту уже имел какое-то количество встроенных игр. Также, как и Commodore 64, Atari 2600 является рекордсменом-долгожителем. Её продажи стартовали в 1977 году, а последняя консоль сошла с конвейера в 1991, то есть официально она продержалась на рынке целых 14 лет. По официальным данным было продано около 40 миллионов экземпляров, и это не учитывая огромное количество клонов из Бразилии и стран Азии. Но всё так радужно было не всегда. Компания Atari была основана Ноланом Бушнеллом в 1972 году, который увидел потенциал в компьютерных развлечениях. В ноябре того же года выходит первый бестселлер компании, аркадный автомат Pong. В нём не было ни процессора, ни оперативной памяти, а вся работа строилась на логических микросхемах. Примитивный по сегодняшним меркам геймплей произвёл настоящий фурор, и игра моментально стала хитом. В 1973 году на рынок выходит домашняя версия в виде приставки к телевизору, которая по праву считается консолью первого поколения. Понимая, что продажи Pong не могут быть вечными, в 1975 году Atari приобретает компанию Cyan Engineering для разработки консоли нового поколения. Проектирование новой игровой системы не задалось с самого начала. У инженеров не хватало опыта в данной области. Множество проблем с проектированием. Требовалось максимально минимизировать стоимость производства, да ещё конкуренты наступали на пятки. Ключевым моментом в разработке стал наём гения проектирования микросхем Джея Майнера, который разработал видеочип T, способный работать без использования АЗУ. Да-да, это тот самый тип, который в скором времени представит миру божественную Амиго. Кстати, в Atari в то же время успел поработать даже сам Стив Джобс. Тем временем деньги в компании стремительно заканчивались, и в 1976 году Bushnell переходит Warner Communications и продаёт им компанию за внушительнее 28 миллионов долларов. Warner продолжает финансировать разработку, но игра уже идёт по их правилам. По итогу на старте продажи было потрачено порядка 100 миллионов только на разработку, а стартовая линейка игр была весьма скудна. За первый год было продано только 250 тысяч приставок из 800 тысяч произведённых. Warner несёт потери, а Bushnell окончательно уходит из компании. Из-за архитектурной специфики системы её было сложно программировать, и первые настоящие хиты начали появляться только в 1979 году. В следующем, 1980 году, Atari лицензирует главный хит Айта — игру Space Invaders, и благодаря ей к концу года продаёт уже 2 миллиона консолей. А в 1982 году продажи уже подходили к отметке 8 миллионов проданных экземпляров. Но этот год был последним удачным в жизни консоля. После ухода отца-основателя, дружный коллектив хиппи-стартапа погрузился в корпоративную бездну. На пост главы компании приходит Рэй Кассар, который устанавливает тотальный контроль над всеми процессами и в целях оптимизации сразу увольняет около 30 сотрудников. Другая часть разработчиков увольняется сама в знак протеста против методов управления Кассара и нежеланием самой Warner упоминать в выпускаемых играх имена создателей. Недовольство внутри компании растёт, и в знак протеста даже называется бестселлер Yars Revenge, название которого — это имя главы Рэй, написанное наоборот, то есть в отместку Рэй Кассару. Вышедшие инженеры создают свою компанию Activision, которая продолжает выпускать игры для этой же системы. Atari понимает, что Activision отъедает у них добрую часть дохода и подаёт в суд на нарушение авторских патентов. Дело выиграть не удалось. Более того, в 1982 году Atari по другому судебному решению теряет контроль над изданиями игр. Суд выносит решение, разрешающее сторонним компаниям ввести разработку без согласия владельца платформы, что приводит к появлению большого количества ферм, выпускающих игр сомнительного качества. В 1983 году уже формируется рынок дешёвых домашних компьютеров, а также грядёт печально известный крах видеоигровой индустрии. Рынок стал перенасыщен клонами однотипных игр и обилием несовместимых систем. Atari в своё время пытается вернуть себе лидерство по продаже игр на свою же систему и вливает большие деньги в рекламу будущих хидов, параллельно лицензируя ещё один хит Pac-Man и поставляя огромные тиражи картриджей в магазины. Но момент был упущен. Общее падение продаж привело к закрытию многих издателей игр, а продавцы, которые не смогли вернуть неликвидный товар уже несуществующим фирмам, были вынуждены продавать игры по бросовым ценам. Производить дорогие и качественные игры стало просто невыгодно. Принято считать, что последней каплей была печально известная и переоценённая игра ИТИ по одноимённому фильму. Но могла ли одна игра брошить многомиллионный рынок? Сомневаюсь. Совокупность маркетинговых ошибок и бурно развивающийся рынок поставил крест на некогда великой компании. В итоге с целью освобождения складов более 700 тысяч нераспроданных и возвращенных игр оттари были вывезены на свалку и захоронены. Кстати, это самое захоронение долгое время считалось с городской легендой, пока в 2014 году не были организованы раскопки. На эту тему есть очень интересная документалка «Атари. Конец игры». Настоятельно рекомендую к просмотру. Последняя попытка возрождения компании была предпринята в 1984 году. Jack Tremial после ухода из своей же компании Commodore приобретает подразделение Atari по разработке компьютерного железа с целью выпуска домашних компьютеров нового поколения. Помимо этого он возобновляет производство, новые удешевлённые ревизии приставки Atari 2600 Junior, которая позиционируется как бюджетная игровая система ценой меньше 50 долларов и держится на рынке вплоть до начала 1992 года. А вот теперь перейдём к железу. Как уже было сказано, на этой системе отсутствует видеопамять, но помимо неё под нож пошёл и процессор. В приставке используется MOS 6507. Это урезанная версия 6502, где отсутствуют три адресные шины. Таким образом, процессор может работать только с 8 килобайтами ОЗУ вместо 64 в полноценной версии. Хотя Atari 2600 не использует даже эти 8 килобайт, а довольствуется лишь 128 байтами. Да, именно 128 байт оперативной памяти. Например, вот этот текст занимает ровно 128 байт. Круто, да? Для 70-х годов даже жалкие 8 килобайт стоили почти половину приставки. В итоге основная схема вместилась всего в трёх чипах. Процессор MOS 6507, чип Riot, который содержит ОЗУ контроллер ввода-вывода и таймер. И последний чип TIA, который отвечает за видео, звук и является контроллером джойстиков. Вот на последнем остановимся подробнее. Типичный дисплей того времени с разрешением 320 на 200 пикселей даже для отображения монохромных данных должен был потратить 8 килобайт памяти для хранения кадра. Этот же чип не хранит в себе целый кадр, а рисует каждую линию экрана заново. Такая программная отрисовка требовала определенных навыков и требовала строго укладываться во временные интервалы. Поэтому первые игры и были достаточно простыми. Помимо всего, цветовая палитра сильно различается для разных стандартов цветности. Например, для NTSC доступно 128 цветов, для PAL – 104, а вот для SECAM всего 8. Так как TIA не является полноценным синтезатором звука, то и музыкальные возможности у него весьма скудные. Для извлечения звуков доступно два делителя частоты и два генератора шума. В связи с этими особенностями, чип не в состоянии создавать звуки нотной тональности. Поэтому в играх музыкальное оформление было редко и звук использовался только для игровых эффектов. Но странности этой консоли на этом не заканчиваются. Если взять первую ревизию, то можно сразу обратить внимание на обилие рычажков на передней панели. Но на самом деле не всё так страшно, как выглядит на первый взгляд. Первый из них – это тумблер питания. Второй – переключатель светности. Не стоит забывать, что на дворе были 70-е года, и даже в Америке было много игроков с черно-белым телевизором, на которых отображение схожих по тону цветов могло причинить сильные моральные страдания. Если вы играли в Доктора Марио или Колумбс на черно-белом телевизоре, вы, вероятно, догадываетесь, для чего был этот переключатель. Следующие два переключателя – это выбор сложности, отдельно для левого и правого игрока. Чаще всего от их положения зависела скорость происходящего на экране, но в некоторых играх эти переключатели использовались для дополнительных функций самой игры. И последние два рычажка работают в режиме кнопки, то есть без фиксации. Это рычажки выбора и сброса. Да, на этой приставке кнопка Select была на корпусе самой приставки. А сам джойстик, кстати, именно джойстик, а не геймпад, имел, прошу прощения за тавтологию, сам джойстик и одну единственную кнопку действия. Будет справедливо отметить, что моду найти все ваши диковинные аксессуары в виде ковриков, пистолетов и прочих нестандартных контроллеров ввела именно Atari 2600, для которой уже тогда выпускалось большое количество таких устройств. В поздней версии приставки имели всего один чип, в котором содержался и процессор, и память и видеоадаптер. И самым простым решением было бы собрать схему именно на нём. Но какой в этом смысл? Чем больше микросхем, тем интереснее. Поэтому для сборки я выбрал схемы именно трёхчиповых версий. Сами схемы были взяты из репозитория сайта Atari Edge, который считается самым большим западным ресурсом по железу Atari. Revision Junior не сильно отличается от оригинальной, тем не менее представляет интерес обе схемы. Схематика для сегодняшнего дня очень интересная. В левом нижнем углу находится основной тактовый генератор, собранный по схеме автогенератора на двух транзисторах. Этот генератор тактирует видеочип, а он в свою очередь подаёт частоту на процессор и память. Интересное решение, правда? В середине находится ещё один участок, отвечающий за частоту световой поднесущей. Данный участок вызывает много вопросов и скорее всего это конструктивный костыль. Как работает эта конструкция, мне пока непонятно. Все схемы приставки питаются от напряжения 5 вольт, но подстройка цвета в GPT требует повышенного напряжения в 7-8 вольт. И если в Revision Junior это напряжение бралось от входного и питающего, то в оригинальной схеме была использована повышайка на двух диодах. А в правой части находится схема ВЧ-модулятора аудио и видеосигналов для подключения к телевизору. Основную схему для сборки я выбрал именно Revision Junior, так как она является более поздней и возможно устранены некоторые ошибки. Да и деталей там поменьше. Сразу выкинем всё ненужное. Первым делом под топор попадают оба модулятора ВЧ-сигнала, пара излишних фильтров и тумблер режима черно-белой картинки. Так как я хочу использовать питающее напряжение сразу 5 вольт, то повышайку напряжения возьму из оригинальной схемы. Вместо модулятора разведём схему AV-мода, чтобы можно было выводить сразу композитный сигнал. По идее можно было убрать и слот картриджей и вставить по звуку сразу на плату, как это делали в китайских клонах, но с картриджем как-то ламповее что ли. Ну погнали рисовать. Кстати, найти 24-пиновый разъём с шагом 1.33мм оказалось весьма непростой задачей, в отличие от разъёма с 3мм шагом. По большому счёту я сомневаюсь, что у меня когда-то будут оригинальные картриджи от этой системы, поэтому и такой слот сойдёт. На крайний случай можно будет и адаптер намутить. Не могу сказать, что вышло слишком красиво, но на данном этапе это и не требуется. Главное, чтобы ошибок не было. Вместо постоянных резисторов в VV-моде поставил подстроечные, для точной подстройки цвета. Следующая задача это раскидать всё это дело на плате. Сказать честно, задача та ещё. Были перебраны несколько вариантов расположения чипов, но в итоге пришло к компоновке, как на оригинальных платах. Хоть мне и не совсем нравятся все эти петли. Получилось как-то так. Я старался вместить всю схему на участке 10х10 см, но тогда не помещались те самые петли сигнальных линий. По итогу размер платы составил 13х11 см. Визуально это будет выглядеть примерно так. Плата готова и осталось выполнить экспорт Гербер файлов. Проверка не показала ошибок. И это хорошо. Так как плата имеет большое количество переходных отверстий, то изготовить самому её будет проблематично. Ну, не то чтобы проблематично, на самом деле мне просто лень сверлить больше сотни отверстий. Поэтому изготовление платы доверим компании JLCPCB. Я не просто так хотел уложиться в размеры 10х10 см, ведь при этих размерах стоимость пяти экземпляров плат вышла бы всего в 2 доллара. Оформление заказа делается очень просто. После регистрации заходим в файловый менеджер и загружаем архив с нашими Гербер файлами. Система сама определяет нужные параметры заказа и даже показывает превью будущих плат. Как видите, даже с учётом таких размеров, итоговая стоимость пяти плат вместе с заставкой составляет около 1500 рублей или по 300 рублей за плату. В местных магазинах один только кусок текстолита стоит примерно так же. Ну вот и посылка приехала. О, ништяки это всегда приятно. Качество платы претензий вообще никаких нет. Всё выполнено на высшем уровне. Шелкография вся читается и контакты все заложены. Вот только переходные отверстия забыл покрыть краской. А ещё задался вопросом, зачем я всё-таки развёл стап напряжения, ведь надобности в нём по сути нету. Эх, чувствую, это не последний косяк. Плату будем собирать по частям и начнём, пожалуй, с транзисторных участков. По идее, если у нас всё работает, то вот на этой точке должна появиться частота, равная частоте вот этого кварца. Варца у нас на 3,5 МГц. Частота маленько плавает, но её надо будет осциллографами распроверить, потому что я не уверен в точности вот этого мультиметра. Но частота у нас есть, это уже хорошо. А вот и первый косяк. Не знаю, как я рисовал плату, что ошибся с расстоянием контактов разъёма. Придётся их подгибать. Ну, типа, как-то так. Так, ну что, плата готова и пора бы сделать первое включение. Я с чипом ещё ни разу не включал, поэтому я даже не знаю, заработает оно или нет. В чём я лично сомневаюсь. Потребление у нас 200 мА. Присутствует чёрный экран, и это значит, что что-то у нас пытается показаться. Так, ну и попробуем пробежаться с циллографом. Значит, вот на этой точке у нас была тактовая частота основная. Она у нас есть. Так, 3600, 3500 с копейками. Ладно, это хорошо. А здесь у нас была частота цветовой поднесущей. Так, ну какая-то частота у нас тут тоже есть. Правда, форма маленькая некрасивая, но как бы и ладно. Есть и хорошо. Что-то около 1 МГц. Ну что ж, это уже хорошо. Потенциометры я поставил примерно на половину, там плюс-минус. И у нас на выходе... Насколько это правильный видеосигнал, я судить не могу. Я в этом, ну, скажем так, мало разбираюсь. Частота 15,6 кГц. Так, ну что, черный экран есть. Значит, нам теперь нужно вставить картридж с игрой. А его у нас нет. А если у нас чего-то нет, значит, это нужно сделать. Погнали! Без картриджа дальше делать нечего. Но дела с ним обстоят не так просто, как казалось бы. Так как приставка умеет работать только с 4 кБ памяти за раз, то сделать многоигровку с ручным переключением игр проблем не составит. Но еще есть игры, которые занимают 8, 16 и даже 32 кБ. Для таких игр переключатель банков памяти расположен на плате. И в самом простом случае на такой картридж можно залить только одну игру. В общем, для начала решил сделать многоигровку с ручным переключением банков. А там видно будет. Из ПЗУ у меня оказалось самое емкое только на 64 кБ. Но сходу я не смог найти схему картриджа под такую память. Поэтому за основу взял схему с мегабитной микросхемой с 8 диапазонным переключателем. И выкинул все лишнее. С учетом моего нестандартного слота для картриджа сделал разводку. А далее перенос рисунка, травление, пайка. Все, картридж готов. Осталось только зашить в него игры. Я подготовил небольшую подборку, которая состоит из двух тестов и 13 игр. Но для того, чтобы зашить в ПЗУ их надо сначала склеить. Проще всего сделать это из командной строки. Я накидал вот такой батник. Он ищет все файлы в текущей директории с расширением А26 и склеивает их в один. Далее этот файл можно сшить. И ничего. Но было бы странно, если бы оно сразу запустилось. С первого раза. Короче, пушистый зверек пришел откуда его не ждали. Косяк обнаружился в исходной схеме. Я на него сразу не обратил внимания. Выход reset у процессора инверсный, а значит для сброса надо подавать на него 0. Но по схеме он и так сидит на нуле. То есть постоянно находится в режиме сброса. Схема secan-версия приставки подтвердил этот баг. Time reset сидит как надо. Кстати, на оригинальной схеме и сервис мануала эта нога тоже посажена на питание. Эх, вот ты верь после этого авторитетным источникам и большим сайтам. После исправления этого бага картинка более оптимистичная. Теперь приставка подает признаки жизни и хоть что-то показывает на экране. Переключатель на картриджа дает какой-то эффект. Иногда меняются полосы на экране и изменяется тональность звука. Значит какая-то реакция на переключение банков все же есть и все не так уж и плохо. Но и не совсем хорошо. Подозревая свою криворукость, я прозвонил абсолютно все линии данных всех чипов. И даже грешил на то, что картридж записал криво. Несколько раз заливал другие образы, но все безрезультатно. В итоге исследуя профильные форумы и сопоставляя симптомы пришло к выводу, что у меня дохлые микросхемы. Вообще приобретение микросхем на Алиэкспресс со всех сторон дело сомнительное. Продавцы предлагают как новые чипы, так и выпаянные из старой техники. С одной стороны, покупая новый чип, можно запросто нарваться на поделку. Ибо сложно представить, что на современном производстве будут клепать чипы для техники 30-40 летней давности. Есть конечно же вероятность, что чипы действительно новые. Например, с хранения или просто из нереализованных фабричных запасов. С другой же стороны, покупая бывшие в употреблении чипы, нет никакой гарантии, что они работают. Так как проверять их просто не на чем. И в общем-то я сомневаюсь, что кто-то вообще будет этим заниматься. Короче, лотерея та ещё. К чипу T вопросов нет. Он новый и рабочий. А вот процессоры чип Riot вызывают много вопросов. Видно, что они выпаяны из какой-то техники и есть большие сомнения в их проверке перед отправкой. А так как рабочей приставки у меня нет, придётся заказывать ещё раз. Наконец-то пришла посылка. Заказал один процессор и два чипа Riot. Благо, что цена у них копеечная. И знаете, что я хочу сказать? Забыл упомянуть ещё об одном моменте. Помимо фейковых новых и нерабочих старых микросхем, запросто могут прийти перемаркированные. Это когда в лучшем случае продают дешёвый аналог с маркировкой более дорогого, а в худшем случае неизвестный чип в таком же корпусе. Хотя попадаются сердобольные продавцы, которые подобным способом просто освежают внешний вид чипа, придавая ему товарный вид или восстанавливая маркировку. Выявить такое довольно просто. Достаточно протереть поверхность микросхемы ацетоном. Если на салфетке остаётся чёрная краска, а поверхность самой микросхемы становится слишком гладкой, то могу поздравить. Вы счастливый обладатель сомнительного товара. Вот прямо как я сейчас. Дело в том, что на оригинальных чипах маркировка наносится краской, а тут обычная лазерная гравировка, причём не самым хорошим грайвером. У заводской гравировки абсолютно другое качество, тем более, что массовая гравировка на чипах началась уже после 2000 года. Более того, на этих чипах отсутствуют следы от штамповки. Текстура поверхности верхней стороны заметно отличается от нижней, и грани верхней стороны корпуса острее нижних. И конечно же они не работают. Вот такие дела. Третий раз я заказал микросхему уже на eBay, у продавца, который занимается ретро-техникой. Как видите, к этим микросхемам вопросов гораздо меньше. По крайней мере, внешний вид не вызывает вопросов. Есть, есть картинка! С помехами, черно-белая, но есть! Значит, допаиваем остальные компоненты и доводим изображение до ума. Ух ты! Ничего не сломалось! Все бегает! На кнопку Reset у нас реакция есть. Bat Intellect. Я не знаю, что она делает. В данной игре, по крайней мере. Так, ну что ж, попробуем джойстик проверить. Так, а джойстик-то у нас и не работает почему-то. Сторонное дело. Блять, я тоже, что ли, где-то накосечил. Охренеть! Звук у нас есть. Джойстики у нас работают, ничего не отвалилось. Насчет джойстиков не уверен то, что я накосячил. Возможно, это и есть такая схема работы. Так, теперь будем разбираться с цветом. Цвета у нас нет. Короче, дошел до меня, как эта схема работает. Никакой синхронизации частоты или другой электрической магии тут нет. Те просто раскачивают кварц на пятой гармонике, и затем колебания усиливаются транзистором. Честно, хрень полная. Абсолютно непонятно, почему нельзя было обойтись обычной схемой генератора. Усилительная часть работает хорошо. Это видно, если на базу транзистора подать частоту от внешнего генератора. А вот не работает участок с кварцом. Сверился с несколькими схемами, всё аналогично. Почему кварц не хочет качаться, непонятно. Короче, хрен с ним. Минимальными доработками собрал самый примитивный генератор. Как итог? Цвет появился. Осталось дело за малым. Настроить цвет в соответствии со скриннами игры. Ну, вот вроде бы и всё. С платой закончили. Разминку провели, пора переходить к действительно сложным задачам. То есть, к корпусу. Можно, конечно, схалатурить и склеить коробочку из кусков цикстолита. Или, как высказывались в комментариях под предыдущими видео, сделать бомж-вариант из говна и палок. Но это всё не то. Эта легендарная приставка достойна хорошего корпуса. Открываем Solidworks и погнали. Чтобы не прогадать с размерами, нужно будет смоделировать абсолютно все детали конечного изделия, включая полную копию платы с реальными размерами разъёмов и других выступающих деталей. Промощный дизайнер из меня так себе. Никаких эскизов и скетчей я не делаю. Всё на полной импровизации. Хоть и с фантазией туго. Но всё же, создавая этот корпус, я хотел сделать какие-то отсылки к оригинальным версиям приставок, чтобы были узнаваемые черты. Ну, как минимум башенка, на которой находятся элементы управления, и мне ещё очень нравится деревянная вставка на самых первых ревизиях корпуса. При всей популярности приставки, казалось бы, должны быть большие ряды поклонников. Но то ли они все уже в преклонном возрасте, то ли в этих рядах только железячники. Короче, количество концепт-артов и прочих полётов фантазии на схему Atari 2600 стремится к нулю. Точнее, найденные мной работы можно пересчитать на пальцах одной руки. Эх, придётся придумывать всё самому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пара вечеров мозговой активности приносит какие-то результаты. Передняя стенка будет выполнена из дерева, как и на самых первых ревизиях. На башенке останутся переключатели режимов, а кнопки Select и Reset будут на плоской стороне корпуса. Не знаю, как вам, а мне этот вариант пока что нравится. А чтобы было проще обрабатывать детали, башня будет печататься отдельно от верхней половинки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Части корпуса напечатались без проблем и даже вроде бы подходят друг другу, поэтому можно начинать обработку. Логотип напечатался отдельно, вот с него и начнём сборку. По накатанному сценарию клеим растворённым в ацетоне пластиком и фиксируем 3D-ручкой. Хотя надо было сделать наоборот, чтобы от температуры сопла не начинал кипеть ацетон. Но об этом я вспомнил уже потом. Далее тем же жидким пластиком шпаклюем все неровности и оставляем всё сохнуть минимум на сутки. А далее обрабатываем наждачкой. Вот в таком виде сейчас у нас находится корпус. После одного количества обработок выглядит уже более-менее презентабельным. Сейчас будем вклеивать плату. Так как крышка всё-таки имеет не идеально ровную поверхность, то прижимаем плату подручными тяжёлыми предметами. И осталась только башенка. Далее идёт чистовая обработка деталей и подготовка к покраске. К сожалению, этот момент остался за кадром, так как у меня опять разрядился аккумулятор и файл получился нечитаемым. Ну, загрунтовал я корпус и вот так вот симпатично он выглядит. Не все огрехи, конечно, скрылись под грунтом, но я думаю, это ничего страшного. Я его, конечно, хотел изначально покрасить чёрно-матовой краской, но сейчас смотрю на результат и он мне более чем нравится. А знаете что? А не будем мы его красить матовой краской, а покроем лаком сразу на грунт. Я знаю, что так никто не делает, но это эксперимент и посмотрим, что из этого получится. Итак, осталась деревянная вставка. Чтобы лишний раз не накосячить с размерами, я возьму чертёж эскиза и лазером намечу его контур на деревяшке. Ввиду малой мощности моего лазера, светлой поверхности он прожигает, но очень плохо. И чтобы ему было проще зацепиться за поверхность, вымазал заготовку тонером. А вот теперь пачкать почти готовую деталь уже нельзя. Поэтому для гравировки надписи я оклеил её малярным скотчем. Далее нужно окрасить логотип. В этот раз надпись делаем обычной акриловой краской, чтобы не напортачить, как в случае с красной полоской на АТМ. В этой краске нет растворителей, поэтому ничего не должно поплыть, а смыть её можно простой водой. И, как мне кажется, должно получиться гораздо лучше прошлого раза, но это не точно. Решил всё-таки переделать кнопки, напечатал их оранжевым пластиком и сделал гравировку надписей. Ну, получилось, в принципе, неплохо. Ну, вот почти и финиш. Осталось распаять кнопки, переключатели и подвести питание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удивительно, но всё работает. В данный момент на картридже залита всего одна игра. Надо это дело исправлять. В этот раз не будем доверять скриптам и склеим образы вручную. Задача эта простая, но монотонная. Нужно открыть каждый ром, скопировать содержимое и вставить в новый образ. И так 16 раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переключение банков в этот раз работает нормально. И первая игра это какая-то пиксельная эрозика. Некая женщина с квадратно-тереугольными грудями выглядывает из-за другого квадрата. И нам предлагают пройти через какой-то лабиринт. Ладно, глянем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой-то шмап. Что тут надо делать, непонятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Питвол. Наверное, одна из самых известных игр на Атаре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, пуканы от неё, наверное, знатно подгорали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Беготня за привиденькой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень интересный геймплей и особенно сюжетная линия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот эта игрушка не хочет запускаться. Скорее всего, образ для NTSC-системы. Вот ещё один хит. Миссл Команд. При всей простоте игры она неплохо так затягивает. Я в неё минут 15 порубился. Мне кажется, боевые вертолёты были абсолютно на всех приставках. Но мы-то знаем, на какой из них они появились. Короче, тест подтвердил мою догадку. На исходной схеме джойстики перепутаны местами. Блин, руки бы оторвать. Я понимаю, что за схему с меня денег не взяли. И её автор, скорее всего, тоже ничего не получил. Но, блин, неужели огромное сообщество не видит такой большой косяк? Ладно бы, если бы она лежала между делом на каком-нибудь ошибе форума. Но ведь это репозиторий, где должна быть достоверная информация. И ладно бы, если эта ошибка была бы в одном месте. Но ведь такое подключение джойстиков на всех схемах. Короче, господа, всё всегда надо перепроверять. А ещё лучше пользоваться только официальной документацией. Ну, тут уже Сань виноват и ничего уже не поделаешь. Да, друзья, есть в этой приставке что-то притягательное. Например, дух той эпохи, когда только зарождались видеоигровые жанры. Когда не было шаблонов, штампов и правил. Разработчики не боялись экспериментировать, а публика не была такой искушённой, как сейчас. В это сложно поверить, но в то время для прохождения игры было необходимо обладать большим воображением. Ведь в одной игре точка на игровом поле – это был Храбрый воин, а цветной лабиринт – замком. А в другой игре такой же лабиринт был уже космическим кораблём, из которого такой же героической точке надо было найти выход. В комплект игры часто входили брошюры, которые описывали сюжет и цели игрока. Ведь без вводных данных порой пройти игру было просто невозможно. Именно на этой консоли появились первые пасхалки в играх. Разработчики прятали свои имена в секретных комнатах в знак протеста политики компании. И кто знает, во что бы мы играли сегодня, если бы 45 лет назад эта приставка не прошла все круги производственного ада. Если вам интересна эта консоль, напишите в комментариях, и про неё будут новые видео. Все файлы, в том числе исправленные Гербер и схема, будут в описании, но не обещаю, что сразу. Приведу в порядок по мере свободного времени. А чтобы не пропустить новые выпуски, обязательно нажми колокольчик, чтобы YouTube оповестил тебя о выходе новых видео. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok